всем привет добро пожаловать в мою маленькую мастерскую сегодня я бы хотела пошить вместе с вами обезьянку в стиле тильда она мне очень нравится именно в такой расцветке розовые цветочки на синем фоне вот именно такую ткань я и приобрела у меня уже на канале есть два видео по этой обезьянке но они сняты в очень плохом качестве и там не все показано поэтому я бы хотела переснять и вместе с вами пошить полностью от начала до конца всю игрушку поехали хочу сказать сразу что выкройку мне пришлось брать из интернета большому сожалению у меня есть оригинальные книжки тильда я их очень сильно люблю но вот этой книжечки там где есть мартышка к сожалению ее не было в наличии у нас если магазины закупают подобные книжки то в единственном экземпляре если кто-то ее урвал себе это все больше можно не найти или надо где-то заказывать сложности с пересылкой и так далее поэтому ради одной игрушечки я уже решила не ждать там месяц-два эту книжку а просто к сожалению дал взять из интернета то выкройку думаю один раз вы мне это простите если вы против такого решения на данный момент у меня два отреза ткани эту ткань я приобрела когда-то на выставке специально для этой мартышки и вы видите даже не получилось приобрести одним большим кусочком потому что именно в такой расцветке было вот всего два отреза ткани как раз на мою обезьянку поэтому раскроила из того что есть у нас с вами здесь две ножки две ручки одно ушко вот это голова и хвостики туловища и еще одно ушко я буду уже как-то из остатков здесь выкраивать сейчас я буду прошивать и параллельно вам рассказывать что как я делаю и также нам еще потребуется две части мордочки из ткани тильда такого загорелого цвета и я советую если вы будете брать какую-то ткань другую не тильда то берите ее для тела и ручек головы всего остального но для мордочки желательно использовать ткань тильда также как и для куколок тоже мне очень нравится эта ткань по плотности она не просвечивается и плюс ко всему очень приятный оттенок который приближен к нашей загорелой кожи поэтому вот вот мне из нее нравится именно делать тело потому что так сразу виден хороший результат в пошиве я буду использовать вот такие ниточки фирмы оман это немецкое производство и мнение вообще безумно нравится у нас в городе они не продаются их не закупают естественно поэтому когда я куда-то еду и попадаю в магазин где они есть продажи обязательно беру несколько катушек разных цветов они всегда пригодятся и давайте уже шить как я прошила тело поставила вы здесь в начале закрепку прошила по контуру и в конце тоже закрепку либо прошить туда назад стежка 4 сейчас покажу вот так и помните про длину стежка не ставьте стандартную длину ставьте 18 15 даже поскольку на игрушка будет набиваться и достаточно плотно чтобы швы не расходились и не было так сильно видно не так теперь вырезаю по контуру ножницами зигзаг обязательно помните про припуски вот они у меня вот такие небольшие здесь а здесь я буду в уголочке тоже вырезать небольшие квадрата теперь раскрываем можно еще здесь раскрыть шевчик и прошиваем вот здесь создаем объем нашему туловищу а через это отверстие будем выворачивать теперь можем вывернуть и аккуратненько расправьте все уголочки это можно делать палочкой но я делаю руками через это отверстие мы будем набивать тело а потом вручную зашьем вот такое аккуратненько тело у нас получилось сейчас я буду делать все остальные части тела ручки ножки хвостик все кроме головы голова это все самое интересное но надо эти все детальки аккуратненько прошить по контуру отверстие для выворачивание я оставляю сзади где-то на средине длины вот здесь будет на ножке и вот здесь сзади будет на ручке хотя тут показано спереди но спереди шов который зашит вручную он будет все равно виден поэтому я оставлю вот здесь вот сзади прошила я все конечности у обезьянки вот ручки вот ножки которые в кадр даже не помещается и хвостик занял процесс у меня часа полтора-два не так быстро как хотелось бы но если вот эти прямые линии делаются быстро то вот скругление тут надо очень аккуратно и потихоньку прошивать помните про длину стежка делать ее поменьше чтобы эти линии были у вас плавными и еще если не получилось что-то то соответственно я какой-то участочек расшивала и заново строчила аккуратно чтобы все было красиво отверстие оставила сзади так как и говорила вот так выворачивать можно с помощью палочки вот кисточки чем-то острым чтобы вывернуть вот такая у меня есть палочка и также можно использовать щипцы сейчас будем выворачивать и 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 как я выворачиваю с помощью палочки сказала вам взять ее острую но на самом деле она конечно же не острая чтобы не прорезать шов обязательно распрямляем все шовчики и я уже намылила две части головой передние и задние задней части у нас все будет просто нам надо будет прострочить вот по этому по этой линии и отложить в сторону а с передней стороной все будет гораздо интереснее контур я навожу обычным мылом мне этот способ нравится гораздо больше чем мелком которые продаются в магазинах тканей мелок очень сыпется и не всегда хорошо рисует также если у вас есть водорастворимый маркер используйте его вам будет лучше видно вот эту линию когда вы будете строчить на машинке вырезаю переднюю и заднюю часть головы заднюю часть необходимо прострочить с одной стороны и вот наша задняя часть головы вот этот шов я разутюжу вот так это нужно делать при помощи утюга но я пока вот просто разровняю пальцами вот этот наш шовчик чтобы он красиво лёг сани вот так и обязательно наметьте по всему контуру нашу выкройку то есть и с одной части и со второй потому что мы будем прошивать голову вот так вот по всему периметру заднюю часть отставляем сторонку и с передней не все так быстро просто но зато интересно я вырезаю сейчас две части переда головы припуски пока оставлю побольше потом я их обрежу кстати задняя и передняя часть выкройки отличаются вот немножко у передней части есть такая выпуклость это для того чтобы у нас был объемный носик у обезьянки как такового носа там нету но он есть за счет вот этой форма я решила проложить наметочный шов по всему периметру вот так чтобы у нас контур наши выкройки был виден и с лицевой стороны ткани теперь берем две наши половинки мордочки вот они выкроены и вот эту часть мы оставляем а здесь я вырежу по контуру без припусков 60 хорошее место и теперь прикладываю часть выкройки и забулавлю нашу ткань для личика проверьте также чтобы эта линия совпадала с вашей наметкой еще раз покажу вот я забула вела по краю и на всякий случай скрепила две ткани намёточным стежком чтобы она никуда не поехала вот так и сейчас буду подбирать нитки которыми буду прострачивать край край нашего личика так у нас есть вот такая под розовый цветочек мне она очень нравится вот такого телесного цвета прямо как ткань тела и вот такая немножко поярче а мы конечно же можно голубенькая прострочить сейчас буду думать какой-то мне сейчас больше всего нравится розовая вот прям обезьянка девочка как вы считаете и это тоже неплохо вы можете по краю прострочить обычным зигзагом но это будет удачно лишь в том случае если вы проклеите например флизелином ткань для тела и тогда она не будет ссотаться и вы аккуратненько вот так вот зигзагом пройдетесь либо же можно зигзаг поставить длину стежка на 0 и там 0 3 и видите он такой будет очень очень частый вот это же так прострочить либо у меня вот на швейной машинке есть такая такая строчечка вот 0 4 на у меня вот это обычный зигзаг 03 а вот этот 04 он очень очень частый и вот такая плотная очень строчка получается и то что за строчкой вот фактически не будет видно вот и и сейчас я буду использовать вот такой получился у меня краешек он аккуратный ничего за ним не видно никакую ткань и конечно же надо его про утюжить чтобы все было ровненько и сейчас делаю еще вторую половинку готовы две части мордочки вот такие шовчики аккуратные и сейчас нам осталось сложить все вместе аккуратненько здесь соединить так чтобы не было расхождение то есть чтобы не не вот так был итоговый результат а одна линия продолжала другую и здесь тоже самое и источаем две детали тоже по вот этой линии она и Субтитры сделал DimaTorzok Сделала наметку, чтобы посмотреть, если все сходится. Все шовчики. Все красиво, аккуратно. Сейчас прострочу вот эту линию. Вот так это все выглядит. Сейчас уберу наметочную строчку. Я удалила нашу наметку. И желательно разутюжить вот этот шов. И вы видите, какой объем уже приобретает мордочка. Какой у нее носик тут симпатичный. Еще раз покажу, как выглядит личико обезьянки после того, как я проутюжила вот этот средний шов. Точнее разутюжила. Это надо сделать до того, как соединить вот эти две детали. Потому что потом утюгом невозможно будет сюда добраться. Теперь складываем лицом к лицу. Сейчас я забулавлю или проложу тоже наметочную строчку. И буду строчить. Когда будете строчить две детали, будьте внимательны. Не строчите по наметочному стежку, а рядышком на миллиметр в сторону. Потому что потом он в ниточки попадет и нельзя будет его оттуда вынуть. Будьте также внимательны со средним швом. Следите за тем, чтобы они вот так совпали и продолжили друг друга. Чтобы они были вот на одной линии. Вот я прошила по контуру всю голову обезьянки. Здесь поставила закрепку. Прошила по кругу. Здесь обязательно ставьте закрепку. Если не поставите, вам неудобно будет выворачивать. Вот здесь у нас все красиво сошлось. Все линии. И здесь также. Вот в этих местах. Красиво сформирован носик. Вот сразу есть объем. И осталось эту голову набить и поставить глазки. Вы уже видите, что я набила все части тела. Вот у нас все конечности, ушки, мордашка. Вот такая замечательная, симпатичная получилась. И тело. Сейчас я немного хочу рассказать о набивке. Так как набивала я достаточно долго и экспериментировала с различными видами этой набивки. Вот у меня ее несколько видов. Начну с того, что действительно работает. Это холофайбер. Холофайбер бывает разного качества. Вот у меня есть такой белый, мягенький, приятный на ощупь. Он в виде вот таких вот маленьких шариков. И когда вы набиваете абсолютно любую форму, он хорошо укладывается и набивается. Принимает хорошо любую форму. Есть у меня еще вот такой. Вы видите, он даже другого оттенка. И на ощупь более синтетический. Тоже хорошо набивается. Я, к сожалению, не заметила особой разницы. Может быть, она будет заметна при использовании игрушки. Пока что хочется использовать, конечно, материалы лучшие. Поэтому я вот таким набиваю. Но такой тоже имеет место быть. Если вы будете покупать в различных магазинах, обращайте внимание, какой вид. Если вот имеет какой-то оттенок, цвет, значит, вот это холофайбер более низкого качества. Вот это очень хорошая идеальная набивка для игрушек. Что у меня есть еще? Это вот такой аэропух или лебединый пух. Очень-очень мягкий, приятный на ощупь наполнитель. Им набивают обычно курточки, пуховики. Я его тоже использовала в нескольких игрушках. Проблема именно с набивкой вот таких вот больших форм, да, или там головы, допустим, в том, что вы им набиваете, набиваете, и конца края этого не видно. То есть если холофайбер все-таки имеет определенную плотность, да, вот вы часть набили, и она плотная, и пружинит, и так далее, то аэропух такое впечатление, что может сжаться до нереально маленьких размеров. То есть его набиваете, набиваете, а он потом скатывается вот в такой вот шарик. Вот у меня, кстати, пример, когда я набивала, и как бы свалялись вот эти вот части в какие-то непонятные вот такие шары, и когда прощупываете, да, или все вы набили, или набивка плотная, то вот эти вот как бы уплотнения, вот эти шарики, они тоже, их тоже можно почувствовать. Мне такой эффект не понравился, то есть действительно аэропух, скорее всего, надо использовать по прямому его предназначению, он очень теплый, вот я держу в руках, у меня руки горячие, то есть он действительно греет, там, для пуховиков, для курток и так далее. Его вот можно обратно распушить, вот, но для набивки мне не очень понравилось им набивать. Если еще вот конечности, да, можно им набить, то, к сожалению, вот такой большой объем нереально, или хотя бы берите наполовину с холофайбером. Дальше у нас идет синтепух, тоже мой не очень любимый материал, хотя до последнего времени, до того, как появился вот этот холофайбер, набивали игрушки именно синтепухом, его надо вот так вот тоже там рвать, сидеть, потом им набивать, и вот он тоже не принимает идеальную форму. Вот холофайбер за счет шариков может принять, да, там эти шарики любую форму. Тут же тоже там набиваешь, где-то есть какой-то, может быть, уголочек, да, в который надо вот протиснуть этот материал, ну, не совсем податливый. Мне он не совсем нравится, поэтому я его вообще не использую, это у меня кусочек от чего-то остался. Вот, поэтому, если будете выбирать, все-таки берите холофайбер в шариках, а там уже какого качества, смотрите, по, во-первых, по деньгам, а во-вторых, по, пробуйте и то, и то, и другое, потому что для меня пока разницы нету, но, я же говорю, хочется из хороших материалов делать, поэтому беру вот такой вот беленький хороший. После раскроя у меня осталось всего лишь несколько вот таких кусочков, будет на какие-то маленькие проекты, а все остальное ушло на все вот эти детальки, мне ткани хватило вот прям впритык, и еще второе ушко тоже выкроила. Вот они такие. И сейчас я буду делать, зашивать потайным швом вот отверстия во всех частях. Я думаю, все вы знаете, как шить потайным швом, но я на всякий случай покажу и расскажу. Заводим иголочку с изнаночной стороны. и беру буквально там по 2-3 миллиметра с одной стороны и с другой. Чем меньше будет ваши вот такие захваты с одной и с другой стороны стежки, тем красивее будет линия. Так, вот такие стежочки и соответственно вы их затягиваете и вот шва не видно. То есть ручной работы здесь на самом деле много. Все конечности прошить, голову пришить по кругу, ушки пришить. У нас с вами сейчас идет полностью ручная работа. И в конце делаю узелочек и вывожу иглу на какую-то из сторон. Немножко натягиваю и обрезаю так, чтобы ниточка осталась там внутри в набивке. Вот так получается. Так, сейчас я точно таким же образом сошью вот здесь. делаю узелок, вывожу его сюда из-под низа. набивать, кстати, вот так не обязательно. Вы можете сначала какую-то часть прошить, потом донабить игрушечку и дошить остальную часть. То есть я еще скорее всего сейчас буду тоже донабивать, чтобы набивка была плотная и равномерная по всей ножке. Зашила я одну ножку, зашила тело и сейчас буду крепить эту ножку к телу. Можно крепить вот так. То есть вот с двух сторон у нас обе ножки. Здесь будут две пуговички по бокам. И вы прошиваете одной ниточкой, заводите ее сюда, захватываете вторую ножку, заводите обратно, закрепляете. Пуговичное крепление. Тогда ваши ножки будут двигаться вот так вот вперед, назад. Я покажу еще на примере вот такого милого зайки, которого мы с вами скоро будем шить. У меня здесь тоже пуговичное крепление. Но пуговку я взяла не плоскую, а вот такую объемную деревянную. Мне очень понравилась стилистика. Она вот подходит и под цвет ткани красиво. Но конечно добавляет своего ненужного такого объема. И вот эта ножка добавляет объема и пуговица. То есть если хотите пуговичное крепление, лучше какую-то более плоскую брать пуговичку. Вот он может красивенько сидеть. Но в обезьянке мне нравится очень подвижность. Обезьянка должна крутить не только вот вперед-назад, но еще и вбок как-то садиться на шпагат. Поэтому я буду крепить не вот так сбоку, а прошивать вот тут вот шовчик. Совмещая вот эту строчку и вот эту на ножке. Вот такой небольшой отрезочек я прошью. Так как это было показано в книжке. Вот в этой книжечке вы можете увидеть выкройку для обезьянки. И сейчас я ее пролистаю. Пролистаю и покажу там где видно вот это крепление. Вот здесь видно, видите, оно прошито буквально немножко несколькими стежками, чтобы обезьянка была подвижной. То есть пуговичного крепления здесь нет. И еще сейчас покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. И вот она так тоже красиво висит. Вот видите, ножки свисают и ручки, чтобы она могла цепляться, захватываться за деревья своими ручками, ножками и хвостиком тоже. То есть обезьянка должна у нас быть подвижной максимально. Поэтому я буду вот так прошивать небольшим вот таким вот отрезком, буквально тут полтора сантиметра, чтобы сохранить подвижность. Для того, чтобы пришить ножку, я делаю большие стежки, чтобы в случае чего их распустить, если что-то пошло не по центру. Вот такими. Затягиваю. 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 Теперь буду прошивать потайным швом с одной стороны и с другой. Затягиваю. Субтитры делал DimaTorzok Надо было бы пришить голову к телу, а также ушки и потом уже намечать глазки и напудривать щечки. Но я бы вам советовала, если вы шьете первый раз или боитесь, что дрогнет рука, то поставить глазки именно сейчас. Я тоже буду сейчас их ставить, потому что если пойдет что-то не по плану или что-то криво, не понравится, то еще будет возможность это перешить. Но если вы пришьете сюда ушки, пришьете голову к телу, это труд где-то на час точно вручную это все пришивать. Будет очень жалко потом опять это все отшивать и перешивать мордашку. Хотя автор Тильды действительно рекомендует вот как здесь у меня сначала все-все-все, всю игрушку сделать, шить и уже тогда ставить глазки. Но я всегда страхуюсь, особенно с куклами, потому что очень много деталей и очень кропотливо пришиваются. И очень обидно, если где-то краска растеклась или где-то неровно поставили и все это заново расшивать и сшивать. Поэтому рекомендую вам так же, как и я, страховаться по этому поводу. Я сейчас намечаю глазик, намечаю просто точечкой, карандашом. А у меня есть вот такая замечательная палочка от мороженого или от льда, я уже не помню, которая ставит глазки. Хотя у нас вот тут глазик на макете побольше, можно взять какую-то либо карандашик, круглый только побольше. Но уж точно не стоит вручную рисовать кружок, вы его ровно не нарисуете. Лучше вот так вот методом штампика вот так поставили красочкой, оно все будет кругленько и красиво. Вот, наметила два глазика. У меня краска тоже фирмы Пандора, это Тильда. Она у меня осталась еще с набора. Ее мне хватит, я думаю, надолго. Тильда. О, яйдёте с бано. Это тильда. Дальше. Всё, вот. Вот. Эта стены, нула. Тильда. Щечки я напудриваю. При помощи тоже краски и ватной палочки. Я не люблю рассыпчатые пудры. Они рано или поздно все равно осыпаются щечек и тут ничего не видно. Начинаю очень-очень легко. И не хочу, чтобы у обезьянки было ощущение вот таких вот прям круглых щек. Поэтому не вожу вот так вот по кругу, чтобы были четкие очертания. А пытаюсь растушевать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...